Мы продолжаем спецпроект «Лица украинского кризиса». Сегодняшний герой – глава службы безопасности Украины Валентин Наливайченко и министр обороны Валерий Гелитей. Украинский кризис. Действующие лица. Кто стоит за принятием решений? От кого зависит, чем и когда закончится противостояние? Специальный проект РБК. Ключевые в военное время посты занимают бывшие люди Ющенко. Валентин Наливайченко, 48 лет, кадровый дипломат, уже возглавлял службу безопасности Украины после Оранжевой революции. Нынешний министр обороны Украины, 46-летний Валерий Гелитей, тоже многим обязан Ющенко. В частности, тем, что стал самым молодым в истории страны генерал-полковником. Харизматичный Наливайченко скорее политик, чем секретный агент. Однако в органах он человек не случайный. На закате СССР Наливайченко, выпускник филологического факультета, получил второе высшее в институте разведки имени Андропова. Уверять, что тогда связывать свою жизнь с московскими коллегами не захотел. С украинскими имел дело, когда устраивался на работу в МИД. В послужном списке дипломата Наливайченко даже есть должность генконсула в США. Но вершина его карьеры – кресло начальнику украинских спецслужб. Наливайченко – человек-скандал. В 2007-м он, преданный соратник Ющенко, использовал СБУ для давления на Конституционный суд. Незадолго до нового Майдана коммунист обвиняли его в связях с ЦРУ. А украинская пресса, уже после возвращения на высокий пост, в том, что фирма его дочери зарабатывает миллионы на гостендерах. Об этом, в частности, подробно писало украинское издание «Инсайдер». Дополняют портрет нынешнего главы СБУ нескрываемые симпатии к националистам, высказанные, например, в тренировочном лагере будущих бойцов правого сектора. То, что мы живем в темные времена, времена безверия, фактической оккупации Украины, делает нас только сильнее. Сильнее в том, что мы понимаем, что можно и нужно противопоставить оккупантам. Им можно противопоставить только собственную силу. Бывшие сотрудники украинских спецслужб, а нынешнему руководителю предпочитают говорить или хорошо, или ничего. Своей вины в юго-восточной трагедии Наливайченко не видит. Защитной мантры для него стали слова о том, что к моменту начала антитеррористической операции он возглавлял СБУ всего полтора месяца. Вооруженные до зубов стоят за спинами наших матерей и наших детей. Стоят, используя оружие. За всю ситуацию, которая есть, я спокойно, принимают участие. А кто допустил их сюда? Наверное, самый главный вопрос для тех, кто нас сейчас... Есть ответ, и он очень профессиональный. На протяжении последних нескольких лет глубоко законспирированные, хорошо профинансированные организации, которые существовали, которые были заложены, хорошо профинансированы и натренированы. То есть эти люди давно были внедрены, они сейчас... И не один год, поверьте мне. Последствия провальной работы контрразведки и первого этапа АТО приходится ликвидировать министру обороны Валерию Гилитею. В военном деле он человек новый, милиционер до мозга костей. Прошел путь от оперу полномоченного в Закарпатье до начальника киевского УБОПа. А в 2007 возглавил госохрану Украины, аналог российской ФСО. Теперь генерал-полковник руководит военными. Мы идем к западной модели, что министр обороны может быть беременна на седьмом месяце женщина. Не проблема как бы, да, она просто представляет это как политическая часть. А командует войсками начальник генерального штаба, который в любой армии должен быть более-менее профессионален там и так далее. Но в военное, воющее время, да еще на переходный период, когда мы не совсем перешли от советской модели к западной, я бы предпочел, чтобы министр обороны был человек, который разбирается в армейских вопросах. Политические игры не затронули кадровых военных. Именно поэтому рядом с Гилитеем сейчас настоящий боевой офицер. Начальник украинского генштаба Виктор Муженко. В армии с начала 80-х служил в Закавказье, участвовал в миротворческой миссии в Ираке. В генштабе Муженко начал работать еще при Януковиче. Политических пристрастий не проявлял, а возможно никогда и не имел. А вот про Гилитея этого не скажешь. Правление Януковича он пересидел в кресле вице-президента одного из банков. Вернувшись летом 2014-го во власть, новый глава Минобороны уверенно заявил о скорой победе украинских войск над повстанцами. Пообещал отбить Крым и провести парад в Севастополе. Новоиспеченному министру повезло. Уже через три дня после назначения он докладывал Порошенко о первой победе. С апреля по август в зоне боевых действий погибли только по данным официального Киева почти 400 украинских солдат и офицеров. Полторы тысячи были ранены. Из-за больших потерь на Восточном фронте Порошенко один раз уже был вынужден полностью поменять военное руководство. Сейчас его, видимо, все устраивает. Генштаб обещает завершить активную фазу операции к осени. Тем временем ополчение уже закупает зимнее обмундирование. Алина Гребнева, РБК